Всем привет, мы продолжаем тему обновления и как говорится, видишь технику? Нет, а она есть, но почему-то не указано. То ли я по глупости не знал, то ли она была или ее до этого добавили. Но когда я тэпнулся на метеорубазу, я увидел редкий БМП под названием Спартан. Конечно, после этого я залез в папку с игрой и нашел все айдишники всей техники из карты Греция. Ну и конечно для своих подписчиков я подпишу каждое транспортное средство айдишником. Ну и начнем мы с транспортного средства Спартан. С него все и началось, когда я заспавнился на базе Метеор. Обычная БМП машина на 6 мест. Также у него есть пулемет наверху, который помещает в себя 50 патронов. Очень, кстати, хорошо пробивает. Не скажу, что БМП очень быстрая, но проходимая. Также, по идее, она должна плавать. Но, увы, при тестах она пошла ко дну. О, вторая машинка Чариот. Просто неуправляемая тема. Также обладает вверху пулеметом, как и на БМП. Но при этом она очень быстренькая, такая маленькая, но совершенно неуправляемая. Но это в зависимости, по какой местности на ней катаешься. Следующее транспортное средство, даже не знаю, как обозвать. Вроде как говорится, Чинук. Вообще, это американский транспортный вертолет, который должен заниматься перевозкой грузов. Ну, здесь его сделали что-то наподобие летающей маршрутки. То есть, здесь очень много человек вмещается. Аж 11. Это просто жесть. Я даже не могу припомнить транспортное средство, которое обладает таким большим количеством мест. В управлении не особо привередлив. Такое чувство, что ты управляешь реально большой машиной. Никаких резких перепадов. В общем, на нем, в принципе, приятно летать. Но он очень медленный. Следующие на очереди две гражданских машинки. Полицейский джип. Очень прикольный в управлении. Ну, в принципе, сирена, как и на всех транспортных полицейских машинах. Но в управлении он очень приятен. Ну, про это мне особо и нечего сказать. Единственное, то, что я решил первым делом проверить, когда остановился, это можно ли подняться по лестнице. Очень странно, но по этой лестнице почему-то подниматься нельзя. Ну и, конечно, самое крутое на потом. Это Цербер. Просто офигенное транспортное средство. Да, очень обладает маленькой скоростью передвижения. Всего лишь там сколько? Тридцать одна единица. Но самое главное, это когда вы пересаживаетесь на второе сидение, вы можете управлять его ракетами. Всего можно зарядить 12 залпов. Конечно, эти залпы я решил потестировать. Разную технику бронированную ставил, и в том числе сам Цербер. И он всегда с первого раза взрывал. Поэтому нужно найти что-нибудь покрепче и проверить его потом на стойкость. Ну а сама машина, вот эти анимации залпов выглядят просто офигенно. И, конечно, редкость, которая обозначается красным цветом. Еще таких транспортных средств я не видел в Андернаде. Что-то уже новое. Ну а на этом все. С вами был Эстерн. Подписывайся на канал, ставь лайк. Пока.